Ну, это, как сказать, это очень морально тяжело принять это. В фонды мы никогда не обращались. Мы, получается, вот на чем вот Соня вот сидит, это детское инвалидное кресло Кимбнеу, оно, конечно, очень дорогое, новое, ну, то, что я вот играю в футбол, играл с самого детства, мне в основном на это все, вот на кресло, на вертикализатор, который у нас стоит тоже дома, получается, помогли, ребята футболисты помогли. Я просто ВКонтакте выложил пост и написал, что так и так вот попросил администратора группы вот в ЛДФ, чтобы разместил. Честно сказать, я даже не знал, что мы так наберем все, но мы набрали около 250 тысяч, наверное, буквально за месяц, наверное, да, и я позвонил ребятам в Москву, знакомые тоже футболисты, вот, я говорю, нужно купить вот такое кресло. Мы нашли это кресло у людей на авито, потому что новое, оно стоит одно 300 тысяч, и вертикализатор тоже 400 тысяч, и получается, мы это все взяли в хорошем состоянии, они это все забрали у людей, упаковали, вот нам, получается, доставили. А сложно было просить помощь? Честно сказать, я как-то, как-то мы особо не просили просто. Ну, писать этот пост. Потому что, да, как-то честно сказать, жена была изначально против этого всего. Почему? Потому что, ну, как-то, знаете, огласки не хотела, потому что вот это все произошло, и чтобы кто-то знал про Соню, вот, просто мои футболисты и друзья, они, ну, не понимали вообще тоже, почему это произошло. Потому что, говорит, Санек, ну, говорит, вроде там, вы не курите, не пьете, говорит, у вас семья обычная, нормальная, там, типа, ладно, там, есть какие-то нюансы были бы. Вот. А пост, пост мы просто накидали какие-то фразы, какие-то там слова, там, просто, что вот, ну, честно сказать, особо такого не было конкретики какой-то, чтобы там, мы просто сказали, что вот дочке нужно вот кресло это, вот, а получится у нас собрать, не получится, мы сами не знали. То, что меня все знают в этих вот, в дворовых лигах этих вот, и вообще по Воронежу много кто футболистов, чисто поэтому просто как сарафанное радио, наверное, сработало, мне начали звонить, куда перевезти, фонд, не фонд, я говорю, да нет, говорю, мы не фонд никого не подавали, говорю, чисто сами вот начали собирать, вот. И вот как-то это все пошло по цепочке, буквально, говорю, месяц, там, максимум полтора, мы вот собрали эту какую-то сумму, я жене сказал, говорю, Таня, типа, давай, уже смотреть кресло какое-то, потому что, говорю, надо что-то приобретать, потому что ребенок, ребенку уже Соне было уже больше года, и она просто лежала, вот. Мы просто сами не знали, нам никто не советовал, ни ортопеда, никто там, что вам нужно, это кресло, вам нужно приобрести что-то. У нас в день было по 40-50 приступов, вот. И вот как-то мы начали постепенно общаться с врачом, вроде понимаем, что он все рассказывает правильно, что он вот там советует что-то, но поначалу это такое эпилепсия, когда нам поставили диагноз, что у нас потом эпилепсия произошла, в общем, после этих двух операций, то, что это долгий процесс, это вы готовьтесь сразу, что просто так вы их не уберете. Ну вот, это, говорит, мало кто так вот быстро подбирает таблетки и все остальное, и нам получается, что нам получается, мы месяц-два подбирали препараты, но нам то хуже, то лучше, стабильности не было никакой, вот. И мы, слава Богу, тоже нам вот Рыжков Борис Николаевич помог, что он нам посоветовал определенный препарат, вот. Мы его приняли, и дочке вроде как стало получше, приступы стали там один-два всего, вот. И мы находили просто в отделении, мы там жили, мы там жили, наверное, около года мы там жили, в этой больнице, получается. И в один прекрасный момент, лето было или весна, я уже не помню, ну, солнышко светило, но вот он говорит, типа, ребят, что вы тут живете, езжайте домой. Ой, извините. И получается, что как ты уже привык, а ты боишься? Куда мы поедем? Вот. Как мы поедем? Куда? Что? Он говорит, я все напишу вам. И да-да-да, если что, звоните. Ну, и получается, что мы приехали домой, звонили врачу каждый день, консультировались, как и что нам быть. Ну, получается, нам через две недели стало хуже. Вот. Мы опять попали в больницу на Ломоносово. Пробыли там, наверное, где-то неделю. И после как мы увеличили дозировку препарата, вроде как опять состояние нормализовалось. Вот. Ну, мы уже домой ехать не хотели, потому что опять возвращаться, опять все то же самое. Вот. Мы домой приехали, и даже когда уже второй раз вещи уже не раскладывали, ничего, просто сумки положили. Вот. Ну, просто не было понимания, что как себя вести. Потому что на Ломоносово, когда мы жили, получается, что... Мы дежурили с женой по каждый час-два. Потому что, как там объяснил врач, что при эпилепсии, при приступах ребенок бывает терять сознание. Как вот сейчас вообще проходит лечение? Что врачи говорят? Ну, получается, мы также с Рыжком Борисом Николаевичем, также с неврологом Ломоносовым, мы постоянно 24 часа на связи. Есть какие-то вопросы, возникают. Он берет трубки, все нормально, как-то отвечает. Вот. Даже когда у нас случается какой-то приступ, они у нас сейчас происходят еще. У нас мы ничего еще не купировали, прям 100%. Потому что у нас бывает, что периодами просто, например, неделю ничего нет. Потом ни с того ни с сего просто вот вроде все то же самое принимаем. У нас пошло это все. И получается, что на данный момент мы занимаемся... То, что вот нам Русфонд помог приобрести виброплатформу Галилео. Вот. Мы начали заниматься ей дома. Вот. И мы занимались войтотерапией. Вот. Потому что все остальное больше нам нельзя. Ничего. Ни массажей, никаких реабилитационных моментов. Мы просто увидели, что ребенок стал голову придерживать. Потому что до этого она голову вообще не держала у нас. Вот. Вот. И вот после этого как-то мы начали искать специалиста по войтотерапии. Но это только Москва. Вот. И хорошо, что мы связались в Москве с войтотерапией. Подсказала, что у вас будет специалист. Здесь в Воронеже. Войтой же. Она вот скоро отучится. Она сказала, что обратитесь в парус надежды. Что она там как числица работает. Вот. Но мы в парус не обращались до этого. Мы не знали, что такое вообще парус. Вот. И получается, что правда. Человек отучился в Германии. Мы очень обрадовались, что нам никуда не ехать. Нам ничего не снимать. Потому что это очень большие деньги в Москве. Вот. И как-то я ей позвонил. Мне дали телефон из паруса надежды. Я позвонил ей. Сказал, что вот мы такие есть. Она сказала, что хорошо, я вас посмотрю. Типа приезжайте. Вот. И мы приехали. И после этого вот мы... Ее Мария зовут. Вот. Мы с ней начали заниматься. Прошел год. И к детишек. Потому что один специалист в Воронеже. Детишек прибавилось очень много. Мы толком не могли к ней попасть. Мы даже записывались там за полгода, за год. Мы не могли к ней попасть. Потому что нам только это и можно было. Но мы записались в парус. Один прекрасный момент. И она нам сказала, что вам нужно заниматься еще Галилео. У них там он есть. Кто-то помог им там в парусной надежде купить его. Это тоже какой-то аппарат? Это вот виброплатформа Галилео стоит. Вот он на полу. Просто она очень дорогая. Она стоит 500 с чем-то тысяч. Вот. Получается, мы начали обращаться в фонды, чтобы нам помогли купить ее. Потому что занятия на ней проходят всего в день. Полчаса в день. А и за полчаса ехать куда-то далеко. Когда у ребенка по-разному все происходит. Это как-то мы уже с женой начали рассуждать, что 500 тысяч очень большая сумма. Даже вот нам ребята, кто помогали кресло купить. Мы собрали все 250 и не знали, что делать. И вот мы, получается, обратились в Русфонд. Нам сказали, что мы вас возьмем на сбор. И честно сказать, я просто не знаю. Никогда не обращался. Никогда даже... Ну, только по телевизору видел, что вот собирают детишкам там в Русфонде. По Первому каналу. Вот. И буквально за месяц нам собрали на эту платформу, получается. Мы вызвали Марию к нам, чтобы она нам показала, как нам заниматься вообще. И вот мы в комплексе занимаемся войтотерапией и Галилеву. Вот. И плюс она сказала, что по-хорошему один из родителей должен заниматься войтой. Она, короче, получается, меня обучила двумя-тремя позициями. И я с дочкой вот на вот этой вот кушеночке, получается, мы занимаемся. У нас спустя год Соня начала уже держать получше голову. Спина у нас покрепче стала. И самое главное, что она начала переворачиваться, сама крутиться с боку на бок. Потому что до этого она вообще этого не делала. Состояние у дочери просто меняется. И, конечно, сказать, мы особо не выездные. Вот. И почему также мы обратились в Русфонд, честно, я не знаю, конечно. Но это большая очень проблема. Очень большая проблема. Потому что я также познакомился с другими родителями. Вот. И Соня у нас пять будет. Вот. И у нас она рослая, конечно. Мы вот начали ездить в парус надежды на войтотерапию. А ребенок просто с детского обычного кресла, с автомобильного вырос. МСЭК нам дали программу реабилитации. Когда Соня дали инвалидность. У нас инвалидность нам дали сразу до 18 лет. Там нет автомобильного кресла. Я спросил просто, говорю, а почему его нет? Как вот ребенку куда-то ездить? Просто передвигаться. Хотя бы на процедуру куда-то еще. Просто сейчас я посажу ее куда-нибудь. Или на руки жене дам. Или кому-то еще дам. Я не знаю. Меня остановят просто. И скажут, что вы делаете. Не пойму. А что мне сказать? Извините, у меня в программе реабилитации ребенку не прописано это все. Конечно, Русфон тоже у нас спрашивал. Может быть, Соня какую-то реабилитацию собрать? Что-то еще? Я говорю, да я понимаю, что нам много всего нужно. Но все сразу, как говорится, не получается. Так вот спонтанно все. Нужно как-то идти постепенно. И просто для нас самое основное это приобрести кресло инвалидное. Специально, чтобы ребенок куда-то выезжал, куда-то ездил. Просто хотя бы из дома выезжал. Потому что больше никак. Только на руках. Я не знаю. Я сколько с врачами разговаривал. Может быть, как-то на дом приезжать к нам. Я понимаю, что там тоже больные детишки. Там в парусе на одежде. И конкретно к нам тяжело ездить. А какие шансы, что на кресло сборы закроются до Нового года? Честно сказать, мы созваниваемся с РУСФОНДом. Мы общаемся тоже. Ну, конкретики нам какой-то не сказали. Просто нам сказали, что у нас есть определенные правила. Что мы берем детей и в течение 30, я не помню, пусть 40 дней примерно мы держим детишек, чтобы собирать на что-то. Потому что у нас очень большая очередь. Мы тоже понимаем, что детишек очень много. Бальных и по разным заболеваниям. Не только как у нас. Эпилепсия. И после кровоизлияния. А то, что нам, как сказали, что мы вас максимально можем поддержать, сколько можно. Но по остальным моментам уже, может быть, постараемся вас чуть попозже еще дособирать, выложить. Может быть, кто-то к нам обратится. На данный момент собрали 200 тысяч. 200 с копейками, я не помню. Надо посмотреть. Они каждый день обновляют это все. Ну, как говорится, будем надеяться. Может быть, до дня рождения для Сониного, до 31 декабря, может быть, кто-то поможет там приобрести его. Потому что, как говорится, реабилитации какой-то нам дома, кроме как вот я отказываю, мы больше не можем ничего сделать. И ребенок просто будет постоянно находиться дома. Александр, вы как родители особенной девочки, о чем вы мечтаете? Да, ну тут, знаете, тут с детства мечтал, грубо говоря, пусть как и мальчики, автомобиль купить себе, что-то еще сделать. Когда уже вырос, уже мечтал о ребенке. Ну, а сейчас только, чтобы, как говорится, Соня хоть как-то начала вставать, ходить, хоть как-то себя обслуживать. Потому что я понимаю, что мы все не вечны. И как-то она остается, если одна, то... Вы уже с женой пережили тот момент, когда услышали от врачей этот страшный диагноз. А что вы можете сказать родителям, которые вы только-только столкнулись с этим? Ну, это очень тяжело. Даже не то, что в финансовом плане, а то, что просто больше психология. Потому что на своем примере просто скажу, что так же, когда дочка лежала в реанимации, жена просто боялась тоже сходить к ней. Потому что, когда ты видишь это по телевизору, ты можешь как-то посочувствовать человеку. И день дальше тебе пойдет, ты как-то это все забудешь. Закружится там, может быть, как-то будешь вспоминать. А когда это у тебя происходит, случилось у самих, ты понимаешь, что вот ребенок, тебя выписали из больницы, и ты, по сути, предоставлен сам себе. Только от тебя будет зависеть дальнейшее здоровье твоего ребенка. Потому что, ну, никто тебе прогнозов никаких после инсульта, конкретно я потом сам узнал, что у всех все по-разному бывает. Никто ничего не дает. Почему? Потому что, ну, разные бывают последствия. А то, что вы в больнице полежали, конечно, это очень тяжело. И, конечно, я увидел, когда там лежат просто одни мамы, а медсестры и врачи спрашивали, а вы кто, папа или кто? Я говорю, а почему вы спрашиваете? Ну, потому что отцы все бросают таких детей и жен своих. И матери даже, вот, был такой случай один, мы, когда с женой практически уже выписывались с Ломоносова, увидели, несут маленького ребенка в руках. Я у медсестры спросил, говорю, а поступили ли вы в палату и везете? Она говорит, это отказничок. Кошмар. То есть, прям в больницах отказываются? И потом я узнал, что в больнице на 45-й там есть хоспис. Получается, вот, от кого родители отказались? Детишки все там лежат. Ну, конечно, судить этих родителей я не могу, потому что это, как сказать, очень тяжело понять и пережить это все. Принять, наверное. Почему? Потому что, вот, мама, которая отказалась от маленького ребенка, она год целый ее муж бросил, а год она, получается, лежала в больнице, ну, просто на одна. И никто не помогал, ничего, и она поняла, что она не справится одна. Это тяжелая такая ситуация, больше, как сказать, на психологию, что видеть это одно, а жить с этим и вообще в дальнейшем как-то это все принять. Ну, я говорю про себя, про дочку, то, что на своем примере, что мне пришлось бросить работу, мне пришлось бросить футбол. Ну, все, практически бросить, чтобы заниматься ребенком.